Мы сейчас находимся в гостях в обучающем центре «Багира», где руководителем у нас является Людмила Цирулик, ее сегодня с нами нет. И поэтому у нас беседа проходит с победителями, те, которые участвовали в последнем конкурсе в Кишиневе. Это молодая креативная группа девочек. Некоторые из них, которые участвовали впервые в конкурсе, и несмотря на свою молодость, на свой талант, они принесли в копилку нашего города три медали – золото, серебро и бронзу. Наша победительница – финалистка республиканского конкурса, который будет представлять в Германии осенью нашу Молдову, наш город Бельце. Представьтесь, пожалуйста. Жанжи Ольга. Вы пришли на конкурс с определенным направлением. Кому пришла такая идея, чтобы создать именно вот этот образ? И что это был за образ? Значит, образ мы выбрали тренд весна-лето. Образ создавали не я сама, работала вся команда. Непосредственно благодарностью, в первую очередь, мне цирольник, потому что без нее не создается ничего. Вместе с ней образ мы подбирали уже, когда выбираем модель. Когда у нас есть модель, мы можем уже, смотря на нее, понять, какой образ будет создаваться. Самое тяжелое и волнительное, это что, вот когда вы начинаете, вот у вас, когда вам сказали, все, время пошло, и вы начали работать. Ваше ощущение на тот момент? Самое тяжелое есть начать. Руки дрожат, ноги дрожат, тяжело, надо собраться и начать работать. То есть откинуть все лишние мысли и сконцентрироваться на модели, на работе. Вот, первое место у нас, обучающая студия Багира, и называет ваше имя и фамилию, и вы на тот момент... На тот момент даже и не верится. Что у вас там внутри происходит? Вот какое ощущение? Вот бывает так, вот знаете, вот как могу сделать такие ассоциации, когда открывается бутылка шампанского и так, брызги шампанского или салют. Вот какое у вас на тот момент было ощущение? Ну, непередаваемое, наверное. Я не знаю, как описать это ощущение. Где-то и не верится, может быть, даже в ту секунду, что именно твое имя произнесли, и ты победитель. Дрожь начинается, лично у меня так было. Ну, не верится, если честно. Если честно, сначала, потом только осознаешь уже, что ты победитель. Конкурс за конкурсом проходит в вашей обучающей студии Багира уже 11 лет. Но я знаю, что вы один из самых молодых претендентов, участников вот этого конкурса, то, что проходил в Кишиневе. Это вы у нас номинантка на второе место, если можно представиться. Меня зовут Анастасия Латухова. Я участвую в этом конкурсе впервые, хотя я не самая юная была из конкурсантов. Мне 26 лет. А вы в какой категории выступали? Молодые таланты до 30 лет. Я имею в виду, у вас какой был образ? Мы выбрали тренд «Осень-зима». Модель тоже, когда девочки пришли в салон, мы сразу поняли, что вот эта модель именно создана для этого образа. Это тренд неизведанной территории. То есть, что это значит? Это прическа. Микостранник, который идет через север на запад, либо восток. Это тренд людей, которые изведают неизведанные территории и берут оттуда что-то свое. То есть, цвета, цвета сырой земли, цвета специй восточных, теплые оттенки. В этом тренде присутствуют так и холодные оттенки, так и теплые. Ну, не соединенные с соединенным, скажем так. Сочетаемые, не сочетаемые. Да, сочетаемые, не сочетаемые. То есть, гладкие формы с негладкими формами. Как бы так. В этом тренде еще присутствует стиль 70-х годов, стиль хиппи. Это начосы вы имеете в виду сейчас? Да, это начосы, это косы, это обветренные волосы. И еще наша задача была соединить городскую культуру с культурой села. То есть, что-то между. Скажем так, это ваш первый, да? Это был ваш первый конкурс? Да, я первый раз участвовала в этом конкурсе. Воодушевилом вас заняли второй конкурс? Да, работа была сложная. Нужно было сделать это все так же, как было представлено на фото, чтобы это выглядело красиво. И, естественно, быстро, до 2 часа все это нужно было сделать. Это у нас была участница нашей обучающей студии Багира, которая принесла в нашу копилку серебряную медаль. Вот наша третья финалистка с бронзовой медалью на последнем конкурсе в Кишиневе, который проходил у нас осенью. Представьтесь, пожалуйста. В полной страте. Олечка, третье место в бронзе. Не сильно расстроились, потому что, зная, что, вот как говорили ваши девочки, что вы участвовали в Монако и заняли там второе место. Это был летом конкурс, проходил. Вы заняли второе место. Сейчас вы заняли третье. Не сильно расстроились. Нет, но все равно я очень постаралась, чтобы очень хорошо получилось. И просто они так судили. Вы обижены вообще на суде? Вам казалось, что они не правы? Нет. Нет обиды? Нет. Нет? Не расстроились, не плакали? Бывает, когда конкурсы проходят, да? Вот вы второе место заняли в Монако. У вас какой был образ там вы создали? Точно такой же? Тоже, да. И там второе место? Да. Вот. А создавая образ здесь, уже в Молдове, да, казалось бы, здесь родные стены помогут, у вас почему-то второе место? Третье. Третье. Ну, в следующем году буду постараться, чтобы было лучше. Сейчас у нас осенью проходил конкурс. Мы беседовали с тремя победителями золотой, серебряной и бронзовой медалей. И теперь очередь дошла до наших визажистов. Во время конкурса, да, когда проходит конкурс, то есть два часа отдается и вам, как визажистам, да, и девочкам-стилистам. То есть за одновременно вы должны создать полностью весь образ. А я еще участвовала в двух номинациях, с двумя стилистами, вот с Настей, которая заняла второе место, и с Олей, вот с первого места. В общем, за эти два часа я сделала два макияжа. Что самое тяжелое в конкурсе? Участие. Участие. На это надо решиться, быть там, не бояться, сила воли, наверное. И быть уверенной в своей команде. Ирочка, последнее слово за вами. Скажем так, у вас есть какие-то пожелания вашей команде на предстоящий конкурс, который состоится через месяц в Германии? Конечно. Я желаю там победить. Ну, хотя бы достойно выступить, представить нашу страну. Ну, я надеюсь, что мы все сможем. Победа будет за нами. Конечно. Победа будет за нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!